Здравствуйте, дорогие зрители и друзья телеканала Уллправда ТВ. Вы смотрите вашу любимую рубрику Пресс-ботва. Меня зовут Антон Картошкин и сегодня я расскажу вам, на мой взгляд, о наиболее интересных статьях, репортажах и заметках, которые за прошедшую неделю подготовили корреспонденты и обозреватели печатных и электронных СМИ издательского дома Ульяновская правда. Еженедельник Народная газета рассказывает, что в Ульяновске откроют новую телешколу для граждан старшего поколения. Канал на лавочке планируют запустить на базе Заволжского центра Аврора, где люди серебряного возраста освоят профессии телеведущего, журналиста и оператора. Они будут снимать собственные телепрограммы на волнующие и животрепещущие темы пенсионеров. Ой-ой-ой, на диджитал рынок выходят серьезные конкуренты. Пожелаем удачи седовласому стартапу. Журналистка Надя Акулова сообщает, что в Ульяновской области появится новая школьная дисциплина семьеведения. Предмет ведут с девятого класса, основные темы курса затрагивают семейные ценности и взаимоотношения. В первый год обучения будут говорить о том, как отличать любовь от влюбленности или как себя вести в конфликтах. Программа десятого класса посвящена рождению и воспитанию детей. А в одиннадцатом классе учащихся обучат основам правоведения. Однако на тему продолжения рода и сексуальной жизни закладывают всего пару часов. Журналист Даня Ноздряков вспомнил незапамятные времена, когда слово «талон» ассоциировалось не только с записью к врачу, и уж тем более с ожиданием очереди в сберкассе или МФЦ. Поход в магазин за обычным молоком или куском хозяйственного мыла в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого столетия сопровождал именно продуктовый или хозяйственный талон. Об романтичной ностальгии часовых и километровых очередей, а также о том, что и самое главное, сколько можно было купить по талонам, читаем статьи по просьбам населения в рубрике «Важная бумага». Раздел «Качество жизни» советуют, как бороться с проблемами памяти, которые могут возникнуть в любом возрасте. Среди рекомендаций правильное питание, изучение новых иностранных языков, решение головоломок, полноценный и качественный сон и другие. Ученые из Калифорнии нашли способ восполнять проблемы в памяти, а вот какой именно – читаем на страницах народки. Традиционно в заключении коротаем время за сканвордом и, как обычно, не забываем про телепрограмму нашего канала, которую вы всегда найдете на страницах популярного еженедельника. На передовице общественно-политической газеты «Ульяновская правда» обозреватель Олег Долгов задается вопросом, как решить проблему с очередями при оплате жилищно-коммунальных услуг. Этот же вопрос интересует губернатор Ульяновской области Сергея Морозова. Что на вопрос общественности и власти отвечает руководство РИЦ, читайте на страницах общественно-политического издания. Листая довольно скучные документы и постановления правительства Ульяновской области, я зацепился взглядом за положение о порядке бесплатного обеспечения детей витаминами. Такая возможность предоставляется детям из многодетных семей. Получить витаминные комплексы можно по рецепту от участкового врача-педиатра. Возьмите эту информацию на заметку, тем более, что грядет период весеннего авитаминоза. С другими опубликованными документами можно также ознакомиться на страницах общественно-политической газеты «Ульяновская правда». К национальным изданиям газета «Елгат» на мордовском языке рассказывает об акции «Фолк-урок». Акция призвана пробудить интерес детей к народной культуре, познакомить их с богатым нематериальным культурным наследием родного края и России в целом. Также читаем о богатой истории мордвы, которая представляет собой крупнейшие из современных восточно-финских племен. В пятом номере газеты «Канаж» на чувашском языке рассказывает о самом лучшем месте на Земле. Именно под таким названием открылась выставка известного художника, скульптора, фотографа и писателя, поэта, создателя стиля аванмартизма Виктора Глебовича Егорова Аванмарта в музее «Симбирская метеостанция». А где оно самое лучшее место? По мнению автора выставки Виктора Аванмарта, оно не там, где нас нет, а наоборот, там, где мы находимся. Выставка будет работать до 20 мая. К районным газетам еженедельник Ульяновского района Родина Ильича рассказывает о торжественном открытии года книги в районе. Праздничное мероприятие, посвященное этому событию, прошло 9 февраля в кинозале «Звездной ЦКД» и собрало всех любителей и почитателей книг. Подробнее на передовец издания. Журналистка староманьских известий Ксюша Кмить выяснила, что в 2020 году более 3,5 миллионов россиян сдали нормы ГТО. Ее заинтересовало, сколько в этой цифре жителей староманьского района Ульяновской области. За помощью Кмить обратился к руководителю районного центра тестирования Рашиту Загидулиным. О шокирующих цифрах подробнее материали от ГТО к здоровью и рекордам. Лара Строкина сообщает о проекте «Больше, чем почтальон». Так, в староманьской районной больнице реализуется новое направление «Почтальон здоровья», которое помогает селянам, в том числе и одиноко живущим, оперативно получать медицинскую помощь. Сельские письмоносцы выявляют нуждающихся в помощи граждан и передают информацию в медицинскую организацию. Вот такие они молодцы. Газета «Новое время» Базарно-Сызганского района также напередавится корнишонными заметками сообщает о нацпроекте «Народосбережение. Главный приоритет», о безопасной дороге, которая касается каждого, о лыжне России, стартующей 13 февраля, на районном стадионе имени Жильцова и праздничном концерте «Союз двух сердец», посвященном Дню всех влюбленных 14 февраля. Также обращаем внимание на колонку под хэштегом «Стоп коронавирус». Не идет речь о послаблении ограничений на территории региона. Об этих новостях развернуто на страницах районки. Спортивные новости региона узнаем со страниц еженедельника «Чемпион». Журналист Александр Агапов проинтервьюировал мастера спорта международного класса по биатлону Юрия Батманова. Как живет и чем интересуется известный Дмитровградец, что читает, какие смотрят фильмы, зависает ли в соцсетях, почему его можно назвать сладкоежкой и о том, как спорт спас Юрию жизнь, читаем в рубрике «Как живешь, чемпион». Другие интересные новости из спортивной жизни региона читаем на страницах популярного вестника. К региональным журналам. Впервые за 25 лет существования историко-краеведческого и культурно-просветительского журнала «Мономах» первый номер этого года полностью посвящен музыкальной культуре Симбирского Ульяновского края. Для начала заслуживают внимания статьи ульяновских краеведов о музыкантах прошлого. Так, Сергей Борисович Петров рассказывает о композиторе и вокальном педагоге Владимире Кашпирове, которому в этом году исполняется 195 лет со дня рождения. Иван Сивопля сообщает о бурной музыкальной жизни 19 века в доме Василия Черникова. Примечательно, что в наших краях бывал всемирно признанный виолончелец 19 века Франсуа Серве, который играл концерты под аккомпанемент нашего земляка Василия Черникова. О профессиональных филармонических коллективах рассказывает музыковед Ирина Кривошеева. Заслуживает внимания просветительский цикл литературы музыкальных миниатюр «Симбирские жемчужины» автора ведущей проекта Лилиана Черновалова. Глав риэк журнала Ольга Шейпак рассказывает об Ульяновском музыкальном училище имени Шадриной. Как появилось училище и почему его первым директором стала пианистка Галлия Ларьевна Шадрина, читаем на страницах журнала. «Балалайка. Три струны. Я хозяин всей страны». О том, как треугольные щебетуни становятся брендом нашего края, в материале управляющей единственного в мире музея балалайки Марии Чурбановой. Также журнал не обходит стороной тему начального музыкального образования. Статья «Сообщество детей, родителей и педагогов» рассказывает о детской школе искусств имени Милия Алексеевича Балакирева. Отмечу, что в нашей стране имя Балакирева носит ДШИ в 16 городах России. Попасть в Балакиревское кольцо не так-то просто. О том, почему это удалось сделать Ульяновской ДШИ номер 5, читаем на страницах Мономаха. Журналистка информационного портала «Улправда.ру» Аня Колчина собрала наиболее интересные лайфхаки для прогулок по замерзшему городу. Зима сезона 2021 выдается по-настоящему капризной. То снегопад, то мороз, то гололед. Да такое, что дойти из пункта А в пункт Б становится настоящей проблемой. Не поленитесь и полистайте информационную страницу в интернете, и тогда вы поймете, как при помощи суперклея и наждачки можно собственными руками сделать незатратное противоскольжение на обуви. Эти и многие другие новости читайте на страницах наших изданий, а также на информационных порталах «Улправда.ру» и «Медиа 73». Районные газеты доступны по подписке, городские газеты и журналы можно приобрести в киосках Роспечати или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового или абонементного ящика с любого месяца. С вами был неизменный обозреватель пресс-ботвы Антон Картошкин. Я прощаюсь с вами на пару недель для того, чтобы съездить на информационные базы в соседние регионы и затариться новыми силами, а также рабочим инвентарем для того, чтобы вспахивать свежие грядки нескучных новостей в нашем регионе. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова